Всем привет! Меня зовут Анастасия Смирнова, я работаю в маркетинге рекламной сети Яндекса для площадок. И в этом видео я расскажу, почему сайт может быть отклонен по причине, сайт не соответствует правилам участия в RSI по иным причинам. Правила участия в рекламной сети Яндекса это требования, которые мы предъявляем площадкам. Так мы поддерживаем уровень качества ресурсов, принятых в рекламную сеть. Для нас важно исключить появление в RSI любых недобросовестных сайтов. Если при проверке оказалось, что сайт может серьезно нарушать правила участия, то такой ресурс будет отклонен без объяснения причин. Мы не даем в этом случае дополнительных комментариев, потому что это может помочь обойти наши механизмы проверки. В то же время мы понимаем, что не всегда партнер сам знает о нарушениях и не всегда эти нарушения были предприняты осознанно. Поэтому мы расскажем о ключевых причинах отклонений. Такие причины мы разделили на блоки, их будет три, и на каждом я остановлюсь отдельно. Первый блок. Причины, связанные с тематикой ресурса. Тематика сайта не должна противоречить законодательству. Порнографические материалы, контент, ущемляющий человеческое достоинство по признаку пола, расы, вероисповедания. Также мы не готовы работать с онлайн-казино, сайтами с готовыми домашними заданиями и продажей подделок. Здесь важно учитывать. Мы проверяем не только тематику ресурса, но и тематику отдельных разделов и страниц на сайте. Убедитесь, что ваша площадка полностью соответствует этим требованиям. Второй блок. Причины, связанные с качеством контента. Что мы имеем в виду? Мы понимаем, что любой владелец площадки заинтересован зарабатывать на сайте с помощью рекламы. В то же время сайт не должен быть создан исключительно для того, чтобы получать доход от рекламных показов. Сайт должен нести ценность для пользователя. Поэтому, если мы обнаруживаем автоматически сгенерированный, бессмысленный текст, редиректы на другие ресурсы, скопированную или переписанную информацию с других сайтов без добавочной ценности, для нас это сигнал, что, скорее всего, сайт создан и поддерживается исключительно в целях заработка на рекламе. Проверьте внимательно все разделы своего сайта на предмет качества контента. И третий блок. Это качество трафика. За любым рекламным объявлением стоит рекламодатель, и его цель — это привлечь потенциального клиента. Нам важно поддерживать доверие рекламодателей. Именно поэтому мы регулярно с помощью многоступенчатой системы проверок анализируем клики по рекламным объявлениям. Если мы фиксируем, что на площадке используются алгоритмы для взаимодействия с объявлениями, такая площадка будет отклонена. Проверьте трафик на вашем сайте, в том числе убедитесь, что расположение рекламных блоков не приводит к случайным кликам. Если ваш сайт был отклонен без объяснения причин, у вас есть возможность вернуться в рекламную сеть Яндекса. Что нужно сделать? Первый и самый важный шаг — проведите комплексную проверку своего ресурса и исправьте все нарушения. Второй шаг — отправьте ресурс на повторную модерацию. Обратите внимание, эта возможность при данной причине отклонения будет доступна только через 30 дней после отклонения. В этом ролике мы обсудили только часть причин, поэтому мы настоятельно рекомендуем детально изучить правила участия в рекламной сети, чтобы обезопасить свой ресурс от данного типа отклонения. На этом все. Все необходимые ссылки вы найдете в описании к этому видео.